Гол и весел Тем более новостей так же много, как и шаров на этом столе. Если просто так вот взять и посмотреть на глобус Кировской области, то прямо так вот огоньками горят в белой холунице появился клуб неравнодушных гаража. Тем временем по городу, а возможно и по всему району, ходит вирус, поражающий причем только кошек и котов, но совершенно безвредный для собак и других животных. Айрат Хайлюлин и Равиль Файзрахманов вернулись в первенство России по борьбе карыш с серебряными медалями. А в Богородском районе из незаконного оборота изъяли 65 литров браги. Это в три раза больше, чем в прошлом году. И 16 литров самогона. Но это неизвестно во сколько раз больше, потому что в прошлом году самогон в Богородском районе не изымали, а на ноль делить нельзя. А возможно еще не все донесли. А может быть. Комиссия тоже люди. Новости из деревни Салдари. Все-таки Салдари. Это Фаленский район. Значит, там такая ситуация. Дежурные работники РЭС получили тревожный сигнал из Салдарей. Жители деревни сетовали на то, что у них свет пропал. Значит, работники стали недоумевать. Что могло случиться? На улице же тихо, ветра нет. А каково же было их изумление, когда они выяснили причину отключения? Дело в том, что дорогу на Салдари, возле которой проходит линия электропередачи, пересекает Большой Лог, в котором 2-3 года назад поселились бобры. Бобры! Твои любимые бобры. Да, я так и знал, что без бобров сегодня не обойдется. Значит, эти бобры ребята обустраивали для себя, естественно, водоем. Они там попилили дров, осинок и добрались до березки. А вот именно березка упала на провода, нарушив электроснабжение в целой деревне Салдари. Понимаешь, они, бобры, они ведут себя так, как должны вести себя бобры. Они постепенно нас из этой жизни вытесняют. Мы уже об этом говорили. Сначала они тихонечко строят свои плотинки вроде бы такие мирные. А сейчас смотри уже. Взяли, бух, и нет вам люди света. А потом они скажут, бух, ребята, и нет вам интернета. Ну, а света нет, нет интернета. А потом, мало того, очередная оранжевая революция, и вот тебе смена власти. Да, бобры выйдут на площадь, устроят здесь Майдан, начнут грызть наши сосны зеленые там или какие у нас голубые ели. И у нас десятые, вот у нас были девяностые годы бандитские годы, говорят, да? А десятые годы будут бобровые годы, понимаешь, как все меняется? Слушай. Вот. Гол и весел. А тем временем интересная история произошла в поселке Лебяжье. В местную районную администрацию, в здание, принесли какие-то таинственные деревянные ящики, много штук. И никому ничего не говорили. Но не возле кладбища. Вот. Потом эти ящики тихонечко принесли в подвал. И опять никому ничего не говорят. Народ, естественно, стал задавать вопросы. Ребята, что пришло? А на ящиках обратный адрес правительства Кировской области. Ого. Вот, думали, наверное, деньги привезли. В ящики. Но оказалось, знаешь, что привезли? Привезли тысячу противогазов в районный центр Лебяжьского района. Как выяснилось, это средство индивидуальной защиты, предназначенное для неработающего населения, к которому относятся дети и пенсионеры. И такая защита, оказывается, им гарантирована российским законодательством. Это удивительно, потому что, насколько я знаю, химическое оружие запрещено аж с Первой мировой войны. Но, видимо, директива поступила еще тогда. И ящики худо-бедно дошли, так сказать, до куда? До Лебяжья. До Лебяжья. Это не близкий конец. Не, ну ладно, бог с ним. Но даже в случае какой-то химической атаки, я понимаю, что если противогазы привезены для неработающего населения, то работающему населению кирдык. Правильно я понимаю? Ну, видимо. А работающее население, может быть, понимает тоже правильно. Оно, наверное, должно приобретать привезли за свой счет. Нет, или индивидуальные средства защиты. Это значит помочиться на носовой платок. Я просто проходил эту школу жизни. Нет, просто интересно, да, смотрите, не работающему противогазы, а работающему... Шиш. Шиш с маслом. И именно такая защита гарантирована российским законодательством. Голд и весел. Между тем, замечательная история с селом Савали, это в Малмышевском районе. Дело в том, что жители села встревожены слухами о закрытии местного почтового отделения. Об этом нам сообщает сельская правда. Там было три почтальона. Они обслуживали Савали, Кулапинский, Азелина и Среднюю усадьбу. И вот остался только один в Азелина. А больше разносить почту, собственно, некому. Так вот, разговоров о том, чтобы закрыть почту в Савалях, быть не может вообще, успокоил селян начальник Малмышевского отделения почтовой связи Любовь Рябова. Однако насчет почтальонов не обнадежило. Работать к нам даже из центра занятости люди не идут, предпочитая сидеть на пособии. Потому что зарплата сколько? 2800 рублей. Так что выход у жителей села Савали остается один. Самим ходит на почту за подписными изданиями и пендиями. Мне вообще эта история напомнила старинную детскую страшилку. Помнишь про нейтронную бомбу, да? Долго смеялся потом, педсовет в школе стоит, а учащихся нет. А, да-да-да. То есть у нас здесь долго смеялся потом, педсовет, почта стоит, а сотрудников нет. Я думаю, что это, кстати, нормальный вполне выход. Почта, все говорят, реформируется, почта России, да. И вот видишь, какой они выход нашли. А зачем содержать лишние рты, когда человек может сам прийти, получить свое письмо, получить свою пенсию и уйти домой? В этом и суть реформы. В буквальном смысле донести до потребителя посылку, чтобы он сам себе ее донесил. Конечно. И я думаю, что следующий шаг будет тоже совершенно предсказуемый. То есть если уже теперь от почты ты получаешь сам, то если ты захотел отправить мне посылку, то будь добр, отнеси ее на мое почтовое отделение. Мало того, написал письмо, завернув конверт, принес почтовое отделение, позвонил адресату, он приехал в это почтовое отделение, забрал конверт, прочитал, и таким образом у вас состоялся разговор. Совершенно отлично. И понимаешь, сразу почта становится вот тем самым зданием из той самой детской страшилки. Почта стоит, а сотрудников нет. Все отлично. Тем временем новости из леса. Из леса. Опять же, о, из Лебяжского основа леса. Дело в том, что в лесу у бывшей деревни казаки сборщики шишки сосновой. Есть такая профессия. Сборщик сосновой шишки изуродовали 20 сосен. И вот сообщество сборщиков сосновой шишки местное, да, крайне этим возмутилось. Вот знаешь, как помнишь, это вот дети лейтената Шмидта, там все распределено, все должны работать по правилам, а здесь не по правилам. То есть сняли шишки вместе с ветками. И они этот подняли вопрос, дошли до районной газеты и говорят, что такого варварства еще никто за всю историю профессии не доходил. То есть о чем думают эти люди, возмутились они? О чем они рассуждают? Они совсем не заботятся о будущих поколениях. Что касается будущего поколения, тут осенью ребенку пришла директива из школы. Поскольку у нас прикладные, уроки прикладного этого самого искусства, принести с собой из дендрария желудей, шишек и листочков. Так вот я хочу сказать, в какой-то момент дендрарий был кишмя-кишал взрослыми людьми, вот этими самими родителями, которые хаотично обрывали не только шишки, а все остальное. Это ведь совсем нелегкое дело, между прочим, собирать шишки. Мне вообще жаль родителей. Дело в том, что профессионалы ведь собираются, а когда собирают, они пользуются специальными приспособлениями. Это специальные огромные двухметровые шесты с крюком на конце. И причем ведь дело нелегкое, на самом деле не везде шишка растет одинаково. Где-то она есть, где-то ее нет, где-то она совсем мелкая. То есть все это очень сложно на самом деле. Гол и весел. Вот на фоне такой шишковой катастрофы случилась еще не менее страшная вещь. В Верхоширзмском районе неизвестные спилили и увезли корову. Корову. И не просто корову, а легендарную железную среднеивкинскую, долгие годы украшавшую пейзаж у дороги со стороны Верхошижами. Об этом сообщает сайт шижма.ру. Раньше бывало, ее роняли из хулиганских побуждений, но спилить и сдать металлолом один из символов района никому и на ум не приходило. Сознательность населения падает все ниже. Хулиганства, преступления становятся все больше, сетует автор заметки. И только штат сотрудников отдела полиции год от года все уменьшается. Это ведь на самом деле легендарная корова, потому что она всегда символизировала вот ту самую условную корову. Знаешь, у нас считают производство молока в надое на одну корову. Вот это и была та самая корова, которая давала железный надой каждый год. Я все-таки думаю, что эти злоумышленники оказались умнее, чем мы о них думаем. Они ее не сдали в металлолом. Они ее дуют. Вот такие новости этой недели. С вами были Николай Гуликов, Роман Веселков. Благодарим нашего любимейшего партнера по играм на бильярде. Бильярдный клуб «Бест». Пока. Пока. Гол и весел.